МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Директор РФИАС МНИЕВ Валентин Костюков провел итоговую пресс-конференцию. Татьяна Шарова стала победителем городского конкурса профессионального мастерства классный руководитель года 2021. Слёт молодых специалистов состоялся в Берёзке. С участниками встретились глава города Алексей Сафонов и председатель Саровской думы Антон Ульянов. Далее расскажем обо всём подробно. 50 магистров приняли на обучение в Саровский филиал МГУ в этом году. 20 обучаются на прикладной математике и информатике, а 30 человек на направлении физика. Открытие филиала МГУ в технопарке в сентябре этого года стало ключевым элементом в создании Национального центра физики и математики, пояснил собравшимся Валентин Костюков. Филиал МГУ, как ведущий вуз, как вуз, который в конечном итоге даёт нам возможность привлечь сюда весь его потенциал образовательный и реализовать подготовку для ядерно-ужейного комплекса, прежде всего и для нас, новое поколение теоретиков, которые войдут в 21 век, которые будут работать в области тех задач, которые стоят перед институтом. НЦФМ должен стать центром мировой науки, в котором будут работать специалисты уровня Нобелевских лауреатов. Существенно преобразится облик академического городка. В объекты его инфраструктуры в 2021-2024 годах инвестируют 7,5 миллиардов рублей. Подводя итоги уходящего года, директор ФИАЦ ВНЕФ рассказал и о ликвидации пожаров, что бушевали летом на территории Мордовского заповедника. Фактически мы вновь подошли к тому, что в трех точках на промзону, по сравнению с 2010 годом, это была одна точка, огонь зашел на промплощадку. И это не шутейное дело. Мы вновь вернулись к вопросам, которые связаны с 22-й площадкой. Мы вернулись к вопросам 19-й площадки. Пожары ликвидировали, на борьбу с ними были брошены беспрецедентные силы, но системные проблемы их возникновения еще не решены. Пока нет взаимодействия с Министерством природы, Мордовским заповедником, Нижегородской областью, пояснил Валентин Ефимович. Решением этой системной проблемы займутся в следующем году. Еще одним серьезным испытанием для городообразующего предприятия стала пандемия. Один из вопросов, который на сегодняшний день ставится, все-таки недостаточный уровень нашего коллективного иммунитета на территории, который связан с продолжающимися работами в области вакцинирования населения. Валентин Ефимович обратился к представителям прессы с просьбой напомнить царовчанам о важности вакцинации и напомнил, что это ведущий пункт в борьбе с пандемией. Коллективный иммунитет ядерного центра сформирован сегодня на 94%. На мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции за этот год потратили 111 миллионов рублей. На ремонт, благоустройство, установку и монтаж оборудования в помещениях медицинских организаций и обеспечение КБ-50 автотранспортом выделили 14 миллионов рублей. В начале эпидемии 18 аппаратов ИВЛ нам поставили. Нам вроде казалось, зачем нам стоит 18 аппаратов ИВЛ. И даже в прошлом году два аппарата передали в пункт, потому что у них таких аппаратов не было, они нас попросили об этом. Но в этом году на просьбу в пункт мы уже просто не отдали, потому что подъем заболевания настолько высокий был. Количество больных в два-три раза больше всего больных, и все аппараты использовались. Игорь Викторович обратился к руководителям города Ирфиацвнеев с предложением создать в Сарове мемориал медикам, погибшим в пандемию. Полную версию пресс-конференции Валентина Костюкова смотрите в нашей рубрике без комментариев. Правительство дополнительно выделит 90 миллионов рублей на генетические исследования циркулирующих штаммов коронавируса и передаст 10 миллиардов рублей регионам на ремонт и замену оборудования, которое вышло из строя в период пандемии. Также на заседании Координационного совета Михаил Мишустин рассказал о выплатах медицинским работникам, которые помогают гражданам, заболевшим коронавирусом. Чтобы они вовремя получили положенные им средства за ноябрь, декабрь и январь, правительство направило свыше 50 миллиардов рублей. Это без учета инициированной президентом удвоенной выплаты за работу в январские праздники для медицинских и социальных работников, которые трудятся в стационарных учреждениях социального обслуживания. За последний месяц Минздрав констатирует снижение числа активных случаев коронавируса. Об этом рассказал глава ведомства Михаил Мурашко. Сейчас медицинскую помощь получают 634 тысячи больных с ковидом. Из них чуть более 40 тысяч – дети. Также министр здравоохранения рассказал о новом штамме COVID-19 омикрон. Мы видим, что в клинической картине омикрона доминируют такие признаки УРВИ, как першение в горле, субфибрильная лихорадка, миалгия, и общие симптомы интоксикации подчас очень сходны с течением гриппа. Число случаев с клиникой пневмонии и УРДС не превышает тех показателей, которые имеются при штамме ДЭПа. По данным Минздрава, первую дозу вакцины получили около 76 миллионов россиян. Полностью вакцинировались более 70 миллионов. Михаил Мурашко отметил, что прививаться повторно нужно, не дожидаясь истечения срока действия сертификата. Мы провели ряд исследований, которые говорят о том, что ревакцинация, повторная вакцинация, или, как ее называют еще, бустирование, очень эффективно помогает поднять уровень защитных антител. И вакцинация вакцины ГАМ-КОВИДВАК в сочетании с ревакцинацией вакцины спутник ЛАЙД позволяет значительно профилактировать и защитить население от новой коронавирусной инфекции, в том числе, как я уже сказал, штамма омикрон. На сегодняшний день в России зафиксировали 41 случай нового штамма коронавируса. По словам Анны Поповой, его выявили в основном у тех, кто прошел вакцинацию или переболел другими вариантами ковида. Все пациенты находятся в стационаре. Их состояние стабильное. Сила, гибкость, координация. Акро-йога сочетает в себе асаны и акробатические элементы. Поскольку в создании позы участвуют двое, необходимо доверять друг другу. Многие ребята пробуют себя в этом стиле йоги впервые. Сейчас участники форума изучают основы, прорабатывают некоторые элементы, учатся держать баланс, правильно ронять напарника, если что-то пошло не так. В процессе занятия ты начинаешь очень сильно доверить партнеру, и мне так кажется, людям в целом. Потому что я уже, наверное, думаю, я могу стать с кем-то другим. Во-вторых, очень сильно физическая подготовка на самом деле улучшается, особенно у базы, в плане того, что ножки очень сильно качаются. И в целом я, наверное, даже хотела бы походить в дальнейшем на это все. На последнем занятии его ведущие показали, чему участники смогут научиться, если посвятят этому стилю йоги несколько лет. Программа «Слета молодых специалистов» была насыщенной. За три дня ребята успели пройти веревочный курс, психологический тренинг «Тайна твоего выгорания», решить кейсы по наполнению городских пространств «Вам решать». Научились ловить яркие моменты участники на мастер-классе «Мобильная фотография». Что мы снимали? Мы ходили по лагерю и искали какие-то атмосферные штуки. То есть мы совмещали природу, которая здесь очень красивая, и совмещали какие-то объекты жизнедеятельности человека. То есть дома, заборы, башни, еще что-то. То есть чтобы привлечь какую-то, ну не динамику в кадр, но какую-то интересную точку зацепления для внимания. Молодой специалист, спорт, красивый город и свободное время. Но такие тематические блоки разделили вопросы главе города Алексею Сафонову и председателю городской думы Антону Ульянову. Общение прошло в легкой, непринужденной атмосфере. Вопросы встречались разные. Как личного характера, о свободном времени, любимых видах спорта или памятных местах Сарова, а также общегородских. К примеру, как оценивают украшения улиц к Новому году. На самом деле мы стараемся. Понятно, что тяжело спорить с городами-миллионниками, с городами-триллионерами. Но, тем не менее, какие-то и фишки, и изюминки мы находим. Там вот в этом году, я не знаю, удастся, не удастся, прям очень много усилий вложили, чтобы привезти Деда Мороза на мотоцикле. Вот никак он не доедет. А может, уже доехал, я просто не видел. Вот надеюсь, он будет. Завершили встречу и сам форум коллективной фотографией. Анна Пилипец, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. В 2021 году в Центр поддержки предпринимательства обратились более 500 бизнесменов. Еще больше людей посетили семинары и круглые столы. Для учреждения уходящий год стал насыщенным и плодотворным. Организаторы провели более 80 мероприятий различного уровня. Конференцию поставщиков, конкурс «Лучший предприниматель», фестиваль «Вкусно-фест», бизнес-акселератор для самозанятых. В 2021 году наш глава администрации Алексей Александрович Сафонов начал знакомство с промышленными предприятиями нашего города. Мы смогли провести только три визита, поскольку очень плотный график у нашего главы. Но обязательно планируем объехать всех наших представителей промышленности в 2022 году. Активное взаимодействие Центра поддержки предпринимательства с Ассоциацией промышленников и предпринимателей Сарова также принесло свои плоды. В 2021 году для бизнесменов города провели акселераторы «Путь к успеху» и «Социальное проектирование». Также видна и положительная тенденция в сторону увеличения количества предпринимателей малого и среднего бизнеса. В Сарове это порядка 50 субъектов. Администрация нашего города продолжила поддерживать предпринимателей финансово. Выплачиваются субсидии на компенсацию затрат на образование, на приобретение контрольно-кассовой техники, на приобретение оборудования, на уплату первоначального взноса под коваром лизинга. Все эти субсидии активно выплачивались в 2021 году. Планы на 2022 год у Центра поддержки предпринимательства не менее грандиозные. Уже сейчас руководители разрабатывают планы и сценарии следующих мероприятий, а также устанавливают связи с другими регионами для совместной работы. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. У Татьяны Шаровой, педагога-библиотекаря школы номер 7, первый опыт классного руководства. Но уже на протяжении 4,5 лет педагог отлично справляется со своей работой. С 9-м А-классом она сразу нашла общий язык и легко настроилась на одну волну. С ребятами педагог часто организовывает внешкольный досуг и различные мероприятия. Поэтому дети отзываются о Татьяне Владимировне с особенной теплотой. С классным руководителем мы делаем какие-либо поделки, связанные с разными праздниками, создаем видеоролики, ходим на разные мероприятия. Наш классный руководитель, он самый лучший, потому что организовывает с нами часто мероприятия и выручит в трудной ситуации. Она, например, если мы что-то забыли, нам даст учебник, что-то подскажет иногда, еще поможет принять участие в конкурсе. Свои силы Татьяна Шарова решила попробовать на конкурсе «Классный руководитель года-2021». Для первого этапа педагог подготовила видео-визитку и методическую разработку внеурочного мероприятия. А в финале конкурса Татьяна Шарова рассказала о своем педагогическом опыте и решила сложные педагогические ситуации. У меня случилось, наложилось два конкурса практически один на другой. Я готовила своего ученика, девятиклассника Красного Валерия, на участие в конкурсе «Ученик года-2021». Мы с ним заняли четвертое место. И практически в эти же сроки шла подготовка к моему конкурсу «Классный руководитель». То есть надо было готовить и Валеру, и его подготовительный этап, и в их выступлении в финале, и мой. Эмоционально было очень тяжело, но мы справились. Хотя Татьяна Шарова занимает должность классного руководителя всего несколько лет, за ее плечами уже немалый опыт участия в различных форумах и во всероссийских конкурсах. Также педагог может похвастаться успехами и своих учеников. В моем классе много успешных ребят, которые принимают участие в различных конкурсах, как городских, так и всероссийских. В прошлом году двое моих ребят заняли второе и третье место в конкурсе «Первый кубок семейных команд» от «Росатома». Это, естественно, гордость, это, естественно, радость, и есть чем гордиться. В дальнейшем Татьяна Шарова планирует участвовать и в других конкурсах, чтобы повышать свой профессиональный уровень. Лидеры и руководители детских и молодежных общественных объединений могут попробовать свои силы в конкурсе «Лидер 21 века». Первый этап состязания – муниципальный. Участникам необходимо было подготовить презентацию на тему «Творю, пробую, ищу и развиваюсь». И я решила провести мастер-класс по поиску информации и созданию родословной, поделившись своим опытом со сверстниками. Результат работы сильного лидера – успех и продвижение его организации. Таким образом, активисты рассказывали не только о личных победах, но и о достижениях своей команды. Российское движение школьников – это следующая ступень моей общественной деятельности. В прошлом году мы с ребятами стали участниками всероссийского конкурса «Здоровое движение», где мы стали победителями и получили главный приз – поездку в Москву. Второе задание – экспромтное. За 10 минут конкурсанты создали чек-лист с ежедневными самомотивациями. Далее представили свою работу жюри. Начинать с заполнения ежедневника 6 минут, в котором прописывать благодарности за те события, которые уже произошли в ее жизни. Победителем стала Елизавета Юдакина – 11-классница гимназии номер 2. Девушка будет представлять Саров на региональном этапе конкурса. Серебряные и бронзовые призеры получили дипломы, а все участники – памятные подарки. Конечно, очень здорово, что есть такая возможность показать свои достижения на уровне города. И я, скорее, не волновалась, потому что неделю назад, как рассказала ранее, участвовала в конкурсе «Ученик года». И уже не было страха, было желание просто рассказать еще раз о себе. Ульяна Скородумова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. За 11 месяцев на территории Нижегородской области зарегистрирована 491 авария с участием детей. 10 подростков погибли и 545 получили ранения различной степени тяжести. По неосторожности детей произошло 154 ДТП, в которых 2 ребенка погибли и 154 получили ранения. Риск возникновения подобных происшествий с участием детей в зимние каникулы повышается. В свободном времени у них появится очень много лыжи, коньки, иные какие-то средства мобильного передвижения. Да и просто игры во дворах, на каких-то спортивных площадках будут опубликовать то, что дети будут зачастую переходить проезжую часть дороги. Игры во дворе также опасны тем, что во дворах находится проезжая часть дворовых проездов, по ним ездят автомашины. С 20 декабря по 15 января Госавтоинспекция будет проводить для детей комплекс профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения. В рамках зимних каникул юных саровчан ждут акции, флешмобы, конкурсы творческих работ. Также патрули ДПС будут нести службу в местах массового скопления детей. Призываю всех участников дорожного движения быть очень бдительными в период проведения зимних каникул, быть готовыми к появлению детей как в установленных местах на пешеходных переходах, так и во дворовых территориях, пропускать пешеходов, передвигающихся не только традиционно в пешем порядке, но и на средствах индивидуальной мобильности. Одним из приоритетных направлений работы сотрудников ГИБДД станет выявление опасных зимних горок. Саровчан призывают сообщать о горках, съезды которых ведут на проезжую часть. Обращение можно отправить по почте gbd52sobaka.mvd.ru 31 декабря художественная галерея выйдет в онлайн, чтобы накануне праздника создать со всеми желающими елочные украшения. Мастерская «Полосатый Новый год» начнет свою работу в 10 утра на площадках ВКонтакте, Фейсбука и Инстаграма. А с 3 по 9 января саровчан ждут на традиционные каникулы в художественной галерее. Художественная галерея всегда готовит к зимним каникулам особенную программу. Так происходит и в этот раз. У нас 6 дней мы работаем в каникулы, и все эти 6 дней с 10 до 16 часов будут заполнены событиями, на которые мы приглашаем и детей, и взрослых. Каждый день в художественной галерее гостей ждет что-то новое и интересное – познавательные занятия, тематические и творческие мастерские, фильмы и мультфильмы для детей разного возраста, а также экскурсии по выставкам, художники Сарова и воспоминания, мифы и сны. В 12 часов наша традиционная творческая мастерская, которая каждый день будет посвящена новой теме, но, конечно, это все связано с Новым годом, мы будем делать пингвинов, тигров, разные новогодние подарки. Будет у нас творческая мастерская для детей постарше, для среднего и старшего звена школьного, и мы займемся линогравюрой, печатной техникой. Из-за пандемии коронавируса в художественной галерее действуют ограничения. Например, посмотреть кино смогут не более 88 человек за один сеанс. На экскурсии, занятия и творческие мастерские нужно предварительно записаться по телефону 702-87 или 702-94. Очный формат постепенно возвращается в нашу жизнь. Молодежный центр предлагает прочувствовать атмосферу новогоднего волшебства, окунувшись в мир прозы и поэзии. 29 декабря состоится праздничный новогодний концерт «Дыхание зимы», который пройдет в формате литературной гостиной. В этом году был опубликован литературный поэтический сборник «Разные миры», в который вошли работы наших участников, нашего клуба, проза и поэзия. И у зрителей будет возможность познакомиться с поэтическим сборником. Ребята почитают стихотворения и отрывки из своих произведений. Начнутся новогодние каникулы в молодежном центре уже совсем скоро. Эвент-команда приготовила для молодых семей города новогоднее представление по следам снежной королевы. Возрастное ограничение 6+. Уже 31 декабря в 10 часов утра приглашаем вас в нашу группу, официальную группу молодежного центра ВКонтакте на зарядку «Зарядись с новогодним настроением», чтобы в Новый год все вступили бодрыми, веселыми. Также 2 января мы приглашаем вас поучаствовать в онлайн-викторине, онлайн-квиз для всей семьи. 4 января для подписчиков также проведут викторину о здоровом образе жизни «Формула здоровья». К концу новогодних праздников клуб общения «Лотес» приглашает молодых людей с ОВЗ принять участие в акции «Гладь, корми, люби», которая пройдет в контактном зоопарке. 5 января у нас состоит сноу-пати в ритме Нового года. Мы приглашаем активных, позитивных молодых людей принять участие в нашей конкурсной программе, в наших новогодних посиделках. Мы будем выполнять и готовить для них творческие задания. Дополнительную информацию о новогодних мероприятиях можно узнать по телефону 99 118. На Кубке губернатора Нижегородской области по танцевальному спорту Владислав Захаров и Мария Казанцева исполнили латиноамериканскую программу из пяти танцев – самбо, чача, румба, пасадобль и джаев. В Нижнем Новгороде воспитанники студии спортивного бального танца «Дека» завоевали бронзовые медали по своему разряду и вышли в финал. Это международный турнир. Были соперники из разных городов, республик. Также наши соперники – это наши соклубники, с которыми мы ездимся каждый день. Но на соревнованиях нам приходится вместе встречаться, и мы выясняем между собой, кто лучше. Так как перед этим турниром мы посетили множество турниров в Москве, то было легко танцевать и, в принципе, довольны результатом. Мария Казанцева занимается в студии уже 10 лет. Танцы – важная часть в жизни девушки. Вместе со своим партнером Мария постоянно совершенствует танцевальную технику и оттачивает мастерство в многочасовых репетициях. На самом деле вся тренировка как раз-таки 10 лет идет. То есть с самого начала до этого конкурса, до каждого конкурса мы тренируемся. К каждому конкурсу мы готовимся, ну, очень сильно заранее. Мы знаем, на какие конкурсы мы будем ездить. Ходим на водопрогоны, как раз-таки танцуем очень много в неделю, чтобы на конкурсе представить свой лучший танец. На Кубке губернатора Нижегородской области достойно представили город Владислав Линяев и Татьяна Тукмакова. Ребята заняли второе и третье места в двух номинациях, а также выполнили нормативы для получения первого взрослого спортивного разряда. А в категории юниоры второго места удостоилась пара Константина Боровкова и Софьи Соловьевой. Ребята отличают упорство и сильный соревновательный дух, поэтому они не останавливаются на достигнутом. В принципе, я довольна результатом, но я знаю, что мы способны на большее. То есть у нас есть еще много работы, много ошибок, которые надо исправить. Мы боремся очень за призовые места, очень хотим стать победителями, поэтому мы усердно тренируемся. И почти каждую неделю мы приезжаем в Нижний Новгород, чтобы брать дополнительные занятия с тренерами. После Нового года студия спортивного бального танца ДЭКО откроет новый танцевальный сезон и продолжит участвовать в конкурсах и фестивалях различного уровня. Новый год не за горами, а это значит, что многие люди закупаются фейерверками, салютами и петардами. Не задумываясь о том, что пиротехнические представления для четвероногих питомцев – большой стресс. Услышав громкий звук, некоторые собаки сбегают от хозяев и теряются. Опытные собаководы уже точно знают, что в период новогодних праздников пушистых друзей нужно водить на поводке и надевать на них ошейник с адресом и номером телефона. В момент тогда, когда она испугалась, побежала, неважно чего, фейерверка или еще чего-то, собака не слышит вообще ничего. Поэтому она несется и когда она выйдет из стресса и проснется непонятно, где она будет, она не поймет. Поэтому тут же идут потери. Что и происходит у нас, что мы видим в чатах во всех потери собак. Поэтому адресники и собаки на поводке и стараемся гулять в тот момент, когда поменьше салютов. Важно помнить о своих питомцах и наряжая елку. Если дома есть кот или собака, под запрет попадают мишура, дождик и даже гирлянды. Если бы мы уже ставим елки, значит мы без всякой мишуры и без всяких бьющихся игрушек. Игрушки тоже, понятно, бьющиеся, чем это все грозит. Электричество тоже понятно. Я не уверена, что, например, тоже опять же по своим посмотреть. Я своих не уверена, что они не перекусят провод от лампочек или еще чего-нибудь не сажат. Или я приду домой, а у меня елка валяется внизу. Также Светлана Романова напоминает всем хозяевам, что нельзя кормить четвероногих праздничной едой со стола. Никаких салатов, сосисок, шашлыков, копченостей и другой вредной пищи. Мы едим отдельно, собачка ест отдельно. Собачке можно купить, я не знаю, какую-нибудь вкусняшку другую именно собачью и дать ей, пускай она занимается этой вкусняшкой. Иначе я вам тоже, опять же, хочу напомнить, что ветврачи тоже люди, и поэтому в момент праздников они тоже отдыхают. Поэтому если что-то случится с вашей собачкой, не факт, что какой-нибудь из ветврачей придет вам на помощь. Следите за своими питомцами и старайтесь выполнять все правила собаковода. Тогда ваш любимец будет жить долго и счастливо. Из-за травм у игроков команды «Спартак» приехал на матч с Саровым в небольшом составе. Но это не помешало гостям открыть счет на первой минуте матча. Гол стал неожиданностью для наших хоккеистов. Впрочем, саровчане быстро взяли себя в руки, сравняли счет, а потом и вышли вперед. На перерыв команды ушли со счетом 4-2. Начали, конечно, мы плохо, раскачивались долго. Первые два скачек мы сразу пропустили, но потом в следующей атаке я забил гол. Малых хоккеистов у них, во-первых, то есть, ну, конечно, 9 человек в обороне будет страдать. Ну, а мы немножко недооценили соперника, еще раз повторюсь, и где-то моментики такие упустили на добивание, нам забили. В начале второго игрового отрезка саровчане постоянно атаковали ворота соперника. И несмотря на то, что вратарь гостей старался сдерживать натиск, нашим ребятам удалось забить. Но и игроки «Спартака» не сдавались и быстро сократили разрыв. В какой-то момент счет на табло был равным. Лишь за минуту до конца второго периода павловчане пропустили шестую шайбу в свои ворота. Конечно, у нас не было особо сил, чтобы в нападении много времени проводить. Надо было сначала стоять все в пидером сзади, потом постараться в контратаку выбежать, забить, если получится. Где-то добавить вовремя ногами, где-то обыграть, если получится. Третий период отметился большим числом силовых приемов со стороны «Спартака» и удалениями в составах обеих команд. С каждым ударом ворота гостей градус на льду накалялся. Но на четыре забитые саровчанами шайбы павловчане смогли ответить лишь одной. По итогам матча наши ребята сохранили лидерство в турнирной таблице с 18 очками. В следующий раз ХК «Саров» проведет домашний матч 4 января с торпедой из Лыского. Уважаемые любители хоккея, уважаемые болельщики, поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаю вам счастья, крепкого здоровья и приходите болеть за нас на хоккей. Редакция канала «16» поздравляет тренера и игроков ХК «Саров» с наступающим Новым годом и желает ярких побед. А мы напоминаем, что посмотреть прямые трансляции и запись прошлых игр вы можете на нашем канале в Ютубе и группах в социальных сетях. Для Никиты Конегина первенство города по боксу – его первые соревнования. Молодой человек пришел в спорт совсем недавно и в первом же бою занял первое место. Но на этом боксер не планирует останавливаться. На первенстве города свои силы попробовали как ребята со стажем, так и те, кто занимается в спортивной школе ИКАР всего несколько месяцев. Есть, конечно, над чем работать, всегда есть над чем работать. И, так сказать, совершенствоваться, чтобы улучшать свои результаты и добиваться новых высот. Надо верить в победу. Очень сильно надо верить в победу и надеяться верить в себя. Для спортсменов каждое соревнование – толчок для развития и мотивации. Городское первенство по боксу не стало исключением. Здесь ребята реально оценили свои силы и возможности, проверили себя в стрессовой ситуации. А тренеры смогли увидеть в юных боксерах необходимый потенциал. Видно прогресс детей, которые занимаются систематически. Дети, которые сегодня проиграли. Понятно, что они кто-то там среди своей загрузки в школе поменьше ходят. Я думаю, что они пересмотрят отношение к своим тренировкам и будут приниматься соответствующим. Такие соревнования позволяют развиваться людям, молодежи, заниматься спортом. Соперник у меня был не совсем равный, он был послабее меня. Но все равно очень достойно вел бой. По итогам первенства города по боксу победители и призеры получили дипломы и сертификаты спортивного магазина. Впереди юных спортсменов ждут выездные соревнования в Арзамас и Лысково. В городском первенстве по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе приняли участие около 50 юных спортсменов. Среди них традиционные воспитанники спортивной школы ИКАР. Чтобы стать лучшими, хорошо выполнить элементы недостаточно. Судьи оценивали не только технику исполнения, но и трудность прыжков. У кого сложнее элементы, тот получает бонус. Трудность выше, в баллах. Значит, ему легче будет занять первое место и так далее. А у кого слабее комбинации, тому сложнее. Надо выступать по технике лучше. Уже чище делать, красивее. Варя Кулькова занимается в отделении прыжков на батуте уже пять лет. Она в своей возрастной категории 8-12 лет стала победителем. Варя признается, что победа ей досталась нелегко. Самое сложное для меня было сделать первую комбинацию, потому что 540 я делаю не так давно. Это повороты в воздухе. Лучшим в своей категории стал и Тимофей Пронькин. Для него прыжки на батуте уже образ жизни. Он проводит на тренировках почти все свободное время. Мальчик хочет стать лучшим в этом виде спорта. Надо тренироваться прям хорошо. В неделю вот я еду 6 раз. Спортсмены, показавшие лучший результат, 23 декабря отправятся на первенство области в город Нижний Новгород. Если там ребята вновь станут лучшими, их ждет первенство Приворского федерального округа в Оренбурге. Продолжение следует...